так друзья всем привет с вами макс вы находитесь на канале keep going и друзья те кто подписан на канал знают что давно не было видео до никаких я ничего не снимал у меня просто были свои причины вообще нечего было снимать потому что не было прав и как бы настроение было сейчас все поменялось права я получил об этом я буду рассказывать дальше как я их получил насколько по времени вообще как это все происходило потому что ситуация сейчас такая которая сложилась у меня очень у многих мои знакомых то есть точно такая же ситуация и в общем одному какого-то ответа на этот вопрос нет поэтому там долго очень тема но сегодня видео будет о другом я возвращаюсь на трак начинаю работать и друзья я взял новый трак но под словом взял означает конкретно взял то есть не купила просто взял ну что купить пока я не могу по определенным причинам но друзья все по новой начинаю работать только сейчас уже зима я сижу в машине снимаю видеомашине потому что на улице очень холодно там прям дубарь снег и я прилетел из л.а. только вчера вечером одел всю свою теплую одежду но оказалось что этого недостаточно поэтому сегодня буду еще докупать одежду и надеюсь что сегодня уже уеду работать так но мы видим что на улице снег холодно и вот этот трак новенький трак сейчас я выйду вам покажу его быстро покажу на улице потому что там холодно и что получается это такой же кенворс на котором я ездил только уже новый это трак 2022 года если кто смотрит знает что у таранова такой же трак только другого цвета вот он купил себе его только позавчера забрали с салона с дилерской и сейчас я поеду обратно на нем дилерской потому что из завода тут стоит ограничение 64 мили в час то есть это очень мало я щас поеду повышать ограничитель а так трак вообще новый без пробега все идеально и получается я когда брал предыдущий трак на котором ездил белого цвета он был тоже буквально новый на том было 50000 миль а на этом вообще нет никакого пробега в общем я рад потому что реально новенький трак это вообще круто сейчас пойдем внутрь вам покажу как там все выглядит я просто с кем только не общался насчет работы на траке да и все жалуются на то что постоянно трак ломается постоянно ты стоишь там на починке или еще чего-то я не знаю мне тут ни разу такого не было потому что траки постоянно новые и новый трак как бы не должен ломаться в принципе конечно такое тоже бывает так чистенько все сейчас заведем прогреем вас брика приборка как у с класса да практически тут конечно не убрали гейджи оставили только два самых основных тут странно у меня была полочка тут ничего просто тут будет планшет так тяжело заводится на холодную так на общем так вот выглядит новый трак все новенькая прям коврики только салона все вообще-то заходить тут страшно ну все то же самое что было и в предыдущем траке только это не максимальная комплектация ну это простите никак нет не определяется а так все есть холодильничек как и был увидеть он еще в пленочках весь все заводское еда вот видите в чем я говорю это не максимальная комплектация максимальной комплектации тут было тоже такое большое окно тут она только одно с этой стороны пока что еще нету не микроволновки ничего нет но мы вчера купили нужно будет все устанавливать планшет все есть друзья сейчас прогрею трак и поедем дилерскую повышать спид лимит и отправимся сегодня сразу же на работу так пока трак прогревается он будет довольно таки долго прогреваться я хочу вам рассказать один прикол вот 2022 год до новый трак без пробега вот 2017 год на траке уже 600 тысяч пробег и друзья вот не знаю кто-то разбирается в ценных траках какое ваше предложение сколько они могут стоить эти траки то есть ну я думаю вы нас большинство людей не знают сколько стоит трак да вот этот трак обошелся 140 тысяч то есть новый без пробега 2022 года как вы думаете сколько стоит вот этот трак на котором уже 600 тысяч и которому уже пять лет как ваше предположение сколько он может стоить если этот стоит 140 новый то это должен стоить по логике как бы меньше да но друзья вот это стоит 140 а это стоит по моему даже там 142 ли 145 что-то такое этот стоит даже дороже почему так потому что сейчас нету траков этот трак заказали практически год назад по такой цене да и вот он и пришел а этот купили недавно и сейчас на рынке вот такие цены то есть представьте вот этот новый стоит даже дешевле чем вот этот бушный который уже без гарантии то есть 600 тысяч миль это миллион километров на нем проехали такие приколы с ценами а вот эти траки выкупают у дилеров по 160 тысяч дам по 140 тысяч и перепродают сейчас по 260 то есть вот и так можно сейчас выставить на на продажу за 260 тысяч не факт конечно что его прям заберут но желающий купить точно будут такие короче на оценки сейчас на рынке это ужас я пока камеру держу мне уже рука просто отмерзла это капец блин я не привык таким холодом и вообще когда летел слизывая даже не мог представить что будет так холодно такой дупарь хотя на улице наверно всего лишь минут 10 минус 10 возможно минус 12 ветер ну блин не знаю я настолько отвык что это ужасно прям и штаны у меня тонкие кроссовки тоже летние ладно буду потихоньку выезжать отсюда так я в общем четыре месяца не ездил его сейчас еду на самом деле очень непривычно как-то ехать так реально отвык уже и скажу что заметил этот трак тише чем тот хотя тот не был громким но этот прям намного тише и реально это ощущается ну пока мне нравится класс в общем все я уже у дилера тут кенверс минут двадцать я постоял сделали мне перепрошили стоковая прошивка была на 64 мили в час и они мне вроде поменяли на 72 мили что должен ездить быстро уже все теперь нужно еще забрать трейлер потому что у меня нет трейлера и надеюсь будет трейлер будет весь экипмент если так то сегодня я уже заберу груз и буду ехать в сторону калифорнии то есть мне уже взяли груз груз есть а вот трейлер у меня пока еще нет в общем там какой-то металл и в сакраменто нужно ехать надеюсь что все будет окей сейчас поехали за трейлером в общем все трейлер на месте прицепили то вышли и в общем пришлось купить полностью новый экипмент вот новые тарпы новые стрепы новые деревянные балки в общем все новые то уже купили полностью экипмента весь трейлер потому что забыли ключи от гаража где все лежит поэтому пришлось покупать потому что мне уже ехать на загрузку а если мы поедем домой за ключами то это еще потерян часа 2 может быть больше поэтому пришлось все покупать но так впрочем вроде все нормально и трейлер хороший точно такой же как у меня был до этого тоже бенсон тоже стулбоксом раздвижные оси тоже 53 фита фух друзья хоть и холодно очень но когда работаешь тоже прицеплял трейлер туда-сюда и на самом деле уже жарко хоть на улице минус 12 но когда работаешь то становится жарко ну я рад что наконец-то сегодня уже уеду все через три дня буду калифорнии под солнышком друзья на самом деле я скажу так что времени снимать даже и нету и сил как бы нет потому что приходится работать вот короче мой груз я так ничего не заснял эту металлические балки не попросили сначала меня накрыть их пленкой медали пленку потом еще этим тарпом старпами намучился потому что он новый он был неправильно сложен то есть завода как они слаживают и самому было накинуть его очень сложно потому что по той системе как мы скручиваем 100 раз это просто откатнул он раскатился все а так как они его сложили это ужас я там психовал то есть обычно у меня на такое уходит где-то полтора максимум два часа сейчас у меня ушло где-то три с половиной только из-за того что я не мог сам затянуть этот тарп из-за того что неправильно сложный поэтому я немножко психовала то есть таки первый день и еще и такой чего вы грустно именно именно тарп а так то все нормально только что на весы съездил взвесился все нормально по акселям у меня все все отлично я еду в калифорнию поэтому задние акселя не раздвигаю поэтому и поехал на весы то есть если бы я раздвинул акселя я был бы стопроцент уверен что здесь нет перевеса а так как акселя сдвинуты ограничение 34 тысячи паунда на эту ось поэтому думаю лучше заеду проверю посмотрю и оказывается у меня сзади 31 500 то есть меня еще без половины тысячи свободным и спереди все тоже отлично поэтому все четенько еду на самом деле уже 11 часов поздно уже все трак стопы забиты я мог возле чикаго но этот рак стоп всегда забит он очень маленький и тут постоянно кучу траков поэтому я постараюсь сегодня доехать до айовы 80 большой трак стоп как раз он не по пути и там есть места и там знаете классно ну что но всяких кафешек прикольненько там музей траков кстати ни разу ним не был и поэтому завтра утром я не хочу никуда спешить проснуть себе спокойненько погуляют там не буду ехать дальше потому что мне разруска понедельник ой пропал свет да у меня разруска в понедельник и до понедельника еще кучу времени сейчас только четверг вечер завтра пятница суббота воскресенье ой я доеду до этого саграмента еще несколько раз поэтому она друзья в путь очень друзья быстро вам рассказываю новости вчера ночью я так и не доехал до его 80 я заснул где-то на ближайшем трак стопе очень вырубился сегодня я уже проехала его 80 там заправился на этой самой большой заправке и сейчас еду дальше сейчас приехал волмарт потому что нужно скупиться но прикол в чем я сейчас на парковке волмар на тут кучу траков я вам смотрите вам не знаю видно не видно там на панели сидит огромный черный кот умывается это будет прикольно то есть котом ездят не это круто пробуй окно открыть чуть-чуть включить питание сидит моет там свои лапки такой котяра огромный я замечаю реально много людей ездят собаками с котами и блин даже видел видео и чувак на парковке грузил свинью причем свою синюю то есть она у него живет траки какая-то типа декоративная свинья чего-то только не возит эти американцы очень ладно сейчас пойдем скупимся волмарт мне нужны всякие мелочи нужно такая фигня у меня локбук ой кстати блин забыл поставить его в дьюти и написать что я типа отдыхаю да надо планшет что был перед глазами это по правилам потому что если меня остановят и проверят что у меня не планшет но не перед глазами я его не вижу то это вайлэйшин поэтому не нужны купить такие магнитные крепления и при собачьи сюда еще планшет и вообще куча вещей разных нужно поэтому пойдемте волмарт так вот смотрите на улице минус 15 да тут клубничка продается причем такая штука стоит всего лишь 230 2 доллара 30 центов так таки очень дешево в калифорнии намного дороже вся в калифорнии тепло да тут холодно ладно смотрим дальше что еще взять в марте саде самый дешевый хлеб и в принципе вот этот хлеб съедобный он нормального можно есть и он принципе вкусный то есть они сами пекут все по одному доллару есть хлеб по одному доллару но это такой нарезной потому что резать меня пока нечем можно купить так короче крабовые палочки такая упаковка здесь полкилограмма 450 грамм 4 бакса 398 и прикол в чем что в америке написано от краб делает имитэйсен граб то есть это палочки имитирующие крабовое мясо да у нас они прям называются крабовые палочки а здесь типа имитация крабовое мясо что типа не обманывает людей да что ты покупаешь не крабовое мясо просто имитацию крабовое мясо нужно еще упаковку воды взять видите вот такая упаковка на 24 бутылки стоит 3 доллара 74 цента но вы еще платите за бутылки отдельно за каждую бутылку вы платите отдельно потому что за типа утилизация то есть вы платите за бутылки потом вы можете сдать эти бутылки вернуть свои деньги обратно ну там помню что по 6 центов или что такое не помню или меньше короче все равно дешево получается так еще возьму сыр на бутерброды на самом деле я скажу так что все что я покупаю из еды сейчас это мне ну в принципе не нужно потому что меня устраивает еда на трак стопах а это на случай того что если где-то застрянул на загрузки разгрузки или там еще где-то то чтобы было что-то перекусить траки так соки возьмем сок и кстати друзья замечали что кратч вот такая упаковка это сколько полтора литра 250 не замечали что в америке соки хранятся в холодильнике да потому что вне холодильника он быстро скисает потому что сок на натуральной основе скорее всего вообще натуральный поэтому нужно только в холодильнике хранить реально сутки в средне холодильника уже там получается какая-то брашка так еще мне нужны ботинки потому что но таких всех заводах где загружаюсь разгружаюсь то требуется ботинки с металлическим носком потому что типа опасно там быть вот ну все металлические носком ботинки до 27 долларов средняя цена есть какие-то типа крутые за 49 значит вообще не люблю носить такую обувь но нужно нужно потому что зима и холодно во вторых все таки нужна такая обувь поэтому буду сейчас выбирать все на ручья теперь буду как настоящий америкос ботинках честно я не сильно люблю такую обувь точнее вообще не люблю визуально но для работы пойдет чё классные ботинки берем мы острите обычная боб когда кофта хорошего приятного качества какая-то real 3 ну то есть это походу какая-то охотничная фирма 8 баксов 8 баксов кофта просто блин в шоке сцен тоже 8 баксов придется брать есть такие еще видите камуфляжные но эти думаю должны быть дороже не знаю сколько очень прикольно все очень дешево так взял короче крепление все что нужно для этих кончатных телефонов отлично в общем только же разложил еду в холодильнике заметил штуку такую что в предыдущем холодильнике не было таких перегородок они ведь вынимаются легко я еще думаю зачем они нужны а сейчас ставлю продукты понимаю что вот для того что продукты стояли и не телепались потому что раньше когда тормозил или поворачивал все это телепалась по холодильнику теперь вот стоит и все все окей я уже в новой кофте за 8 долларов сейчас еще один свои ботинки за тридцатку вообще будет круто так ну что пробуем прифигачить планшет вот я приклеил эти магнитики и сейчас все четко стало теперь открываем наш лодку где он там где он в ленке-палке вот все теперь я все вижу все перед глазами это я только что взял 30-минутный брейк для того чтобы включился дальше мой shift у меня еще 7 часов езды свободно сегодня но я честно никуда не спешу вообще не спешу потому что мне не буду спешить поэтому просто кайфу еду так как мне удобно все терпланшет стоит прям на виду все четко тут у меня еще телефон все что надо в общем ладно поехали дальше поехали сейчас пока еще выстраивается маршрут я вот смотрю там окно мой вам не видно сейчас там заправка и цена на бензин 291 то есть 2 доллара 91 цент за галлон а еще вам скажу погода прикольно меняется я когда сюда ехал то была такая небольшая снежная буря когда доехал сюда был просто такой как бы туман а сейчас вот солнышко вообще классно тепло офигенно такое знаете солнце мороз снег круто так но я понемногу еду движусь в сторону калифорнии сейчас вот карта не показывает 876 миль не сворачивать просто ехать прямо короче думаю не заблужусь 870 миль это где-то 1300 километров прямо а вообще-то калифорнии осталось 1570 23 часа езды ну кстати красиво уже тут снега вообще нету то есть там я прям в таком с ней был жестком а здесь уже прям весна какая-то хотя на улице еще минус 6 только посмотрите как красиво на улице сейчас минус 8 тут снега вообще нет красивая дорога и мне прям зеркала светит солнце потому что это сейчас рассвет это светит солнце прям не в зеркала не могу туда глянуть поэтому смотрю только вперед зачем смотреть назад правильно короче я все еще в дороге но какая-то странная фигня смотрите то есть показывает что у меня уже нету бенза на самом минимальном уровне хотя два часа назад было пол бака я не пойму что за прикол то есть реально ли было пол бака или нет то есть скорее всего работает неправильно этот датчик но я не понимаю пока еще как неправильно типа до заправки 24 мили я надеюсь что я доеду надеюсь просто чтобы понимали стрелочка уже прошла букву и то есть там вообще показывает что нету бенза но я не знаю я надеюсь я доеду мне осталось всего лишь пять миль шесть шесть миль ой пожалуйста трак давай не доедем доедем потому что заправка очень рядом но если я заглохнут по пути придется заказывать специальную службу которая приедет меня заправить и это будет типа очень дорого не знаю сколько это стоит но за это нам будет нормально заплатить хотя заправка очень рядом поэтому надеюсь что мы доедем так ну все вон уже заправка и вижу там вон табличка осталось две мили поэтому если чё даже пешком дойду так что так драк давай 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 поехали погода классная стать уже солнышко уже теплеет на улице плюс 3 поэтому уже это классно а скоро будет вообще жарище когда заедем в неваду так что погода уже все лучше и лучше я уже скоро буду снимать куртку свои двое штанов тоже не буду уже одевать слава богу так ну за заправки я дотянул сейчас заправлю полный бак посмотрим сколько получится только галлонов лезет что там по деньгам будет только единственное я не знаю объем этих баков то есть принципе чтобы посчитать пустым баком я ехал только что или там был бенз возможно врет этот датчик бенза потому что дилер говорит что там какая-то неправильная прошивка лечет такое в общем надо будет разбираться еще в общем заправился я на 634 доллара и влезло 156 галлонов и 3 десятых сейчас постараюсь узнать в интернете сколько же полный баки я думаю у меня наверно было 4 галлона я так думаю в общем какой-то бред получается потому что тут пишется 100 120 галлонов я даже не пойму это вообще в общем или это в каждом баке по 100 галлонов после 100 каждом баки по 100 галлонов то у меня там было еще 40 галлонов 40 галлонов это блин это 120 литров даже больше 50 литров бенза короче бред какой-то я не понимаю без понятия теперь сколько же тут полный бак ладно главное что я доехал и что все в порядке смотрите как прикольно поезд в америке поезда очень длинные прям очень некоторые поезда достигают длину там больше четырех километров и кучу трейлеров везут видите драковых трейлеров прикольно классно красиво конечно так смотрите как красиво это я уже подъезжаю к соук лэйк сити и вот начинаются такие горы сейчас там будут спуски подъемы короче надо будет тормозить но здесь уже тепло нет снега это вообще классно вообще америка блин красивая страна столько разных пейзажей столько разной природы кстати вот эта дорога по которой сейчас я еду по 80 трассе вот этот участок именно часто закрывают потому что здесь бывают сильные ветра и прям траки переворачиваются поэтому на дорогах часто стоят шлагбаунты до которые сейчас открыты но бывает их закрываете дорога закрыта даже сейчас я вот еду и скорость ветра составляет 40 миль в час то есть это это где-то 60-65 метров в час и такой ветер да и трак телепается на самом деле дергает его со стороны в сторону чувствуется это руль отпустить типа не можешь потому что трак реально телепается но все равно я движусь и уже до сакраменто осталось 824 мили все отлично сейчас буду в туннель заезжать видите гора в ней туннель я честно в горку еле ползу что-то не знаю вроде груз не такой тяжелый но трак едет как-то слабо в горку мне кажется предыдущий ехал немножко получше ну чё туннель-туннель коротенький туннель такой ну сейчас посмотрим на вид из туннеля прикольно в общем друзья это уже третий день моего пути я проснулся сегодня в 6 утра выехал сейчас уже начинается рассвет понемножку а вот смотрите такой красивый город я не знаю это не городная на это какая-то электростанция или что-то такое прям под горой находится светится прикольно так короче почти ничего не снимаю потому что вечером приезжаю уже темно утром выезжаю темно поэтому ничего черный экран снимать тоже нет смысла поэтому только днем могу снимать темнеет рано восход поздно такие дела ну блин реально красиво да так смотрится как как будто с какого-то фильма вот так светится класс красота романтика да в такой работе прикольно ездить прикольно ездить как будто в игре смотрите как прикольно вон лед вон лед и там речка то есть мы едем просто получается две такие полосы с двух сторон и все то есть там вода там вода там вода а вот там соляное озеро на котором ну как бы не озеро а соляное такое соляное поле на котором устраивают рекорды скорости знаете то заезды всякие драк драк рейс прикольная местность прикольная местность так уже солнце вышло уже все красиво смотрите какая краслива тоже вся в снегу очень классно я уже очень близко к калифорнии это сейчас я уже буду ехать по неваде и через 6 часов уже буду в калифорнии в общем только что остановился на заправку заправился потому что дальше уже будет калифорния и там цены на дизель намного выше поэтому заправился перед калифорнией вот на петро и друзья я вот в третий день езжу и заметил такую разницу между тем временем когда я ездил летом и сейчас летом было больше траков сейчас по той же дороге я еду и траков намного меньше вот даже это ощущается и второй прикол который я заметил это то что летом было много дорожных работ то есть там где-то ремонтировали где-то ложили новую дорогу а сейчас зимой я еду и вся дорога сделанная нигде нету дорожных работ то есть еду прям по новой дороге и для меня это странно потому что у нас обычно как когда выпадает снег тогда начинают ремонтировать дороги либо когда осенью дождь идет а американцы видите как летом все сделали и зимой ездят по обычным дорогам хорошим очень странно да вот что значит загнивающая Америка так ладно лезу в трак буду ехать дальше потому что фух я буду сейчас сейчас короче дальше буду проезжать Тахо Лейк там будут горы и там бывает снег я сейчас посмотрел там прям холодно сейчас минус 11 и я хочу попасть туда в 3-4 часа дня потому что в это время будет самая лучшая погода будет тепло и будет безопаснее ехать по этим горам потому что нужны цепи зимой у меня цепей сейчас нету потому что на траке вообще ничего нету трак новый и не загрузили мне все необходимое оборудование поэтому хочу поехать и попасть вовремя туда в эти горы чтобы не нужны были цепи в общем друзья я уже в 3 часах езды от Сакраменто и такой прикол что пару часов назад было минус 14 сейчас плюс 10 то есть вот такая разница в температуре и вот тут уже приятно находиться я уже ощущаю себя дома возле Калифорнии вот такая погода мне нравится потому что вообще не холодно а там где минус 14 это конечно было жопа сейчас пойду на заправку немного куплю перекусить в туалет сижу разомнусь нормально и в путь это я еще это на тракстопе это же просто Невада тут разрешены игровые залы поэтому даже на тракстопе вот так все вылезет вот смотрите у парня на флэтбэде танк небольшой пират, кстати, вижу чтоб на флэтбэде возили обычно на степдеке либо лоубоя а тут на флэтбэде прям загнали его сюда как-то ну прикольный такой небольшой интересно сколько за это платят и всего лишь две цепи и четыре байндера и все то есть он одной цепью тут зацепил прикольно все друзья в общем я уже в Сакраменто я открыл окно потому что на улице 20 градусов просто лето гора вот такая вот разная Америка еще не знаю часов пять назад было минус 14 а сейчас 20 градусов очень тепло очень классно за что я люблю Калифорнию конечно во Флориде тоже да тепло очень тоже классно но в Флориде есть свои минусы так как влажный воздух там и все прочее в Калифорнии конечно климат немножко помягче получше но тут очень дорого свои минусы и я попал в трафик в Сакраменто вообще непонятно что происходит ой задолбался короче сейчас покажу вам прикол я ехал по карте мне показывает три минуты до трак стопа и 0 08 миль и короче три минуты 08 миль у меня оставалось 20 минут на локбуке и вот сейчас вы видите всего лишь 6 минут осталось то есть вот эти 08 миль я ехал 14 минут потому что тут была пробка и в общем еле успел приехал на трак стоп кстати тепло видите в майке вообще на улице не знаю градуса 22 наверно и Сакраменто очень похоже на наш климат такие же растения тоже деревья ну тут конечно пальмы есть но в принципе все такое же забыл закрыть трак фух да и короче трак стоп оказался голимый на который я приехал но одна хорошая новость разгрузка у меня вот там через дорогу завтра утром то есть там 0,2 миль ехать есть парковки там для траков но они почему-то все заняты машинами то есть какие-то тракисты наверное местные забирают трак оставляют машину и не было куда припарковаться я встал прям на выезде вдоль дороги получается точнее долю заезда на эту заправку надеюсь меня никто не прогонит потому что ехать особо некуда там он какая-то парковка непонятная но я думаю тоже частная парковка какие-то местные тракисты блин ну я рад что я в Калифорнии тепло блин после этого Чикаго и всего прочего это просто кайф какой-то ладно друзья буду отдыхать значит пойду посмотрю что у нас заправки есть кстати заправка а АМПМ это вообще не тракерская заправка это обычная заправка первый раз вижу что был на такой заправке тракстоп пойдем посмотрим короче не все так просто оказалось потому что на этих заправках работают индусы в основном вот как 7-11 кстати не знаю почему все 7-11 это индусы и вот эти АМПМ тоже очень часто индусы и в общем 10 баксов они меня зачаржили за эту парковку тут на ночь ну ладно 10 баксов ну тут просто ничего не найти больше тут была еще одна еще один тракстоп но там 15 баксов стоило и там по моему тоже мест не было поэтому это мой был единственный вариант 10 баксов так 10 баксов что делать возвращаюсь в свою студию да это студия хотел сказать 1 БМ другая квартира но нет это студия сейчас включу какой-то фильмец как залипну кстати прикол мое постельное белье я купил просто любое которое было оно такого же цвета как сам тракт то есть все серого цвета постельное белье тоже прям прям шикарно подходит все уже куртка мне не нужна кофты мне не нужны буду разлаживать на столике сейчас свою еду вот так вот включу фильмец и залипну так что все друзья до завтра до разгрузки вот и доброе утро так сказать я уже три часа гуляю нефиг делать приехал на разгрузку и никто не хочет мне разгружать потому что у меня в документах написано что разгрузка завтра в 9 утра ну вроде как мы меняли appointment не знаю они ничего не хотят короче даже не знаю разгрузят ли меня сегодня или нет потому что мы все знаем как любят работать американцы они вообще ничего не делают ходят как мон сонные мухи эти очень ужас сижу смотрю передачу как покупают дома в Америке делают ремонт и перепродают блин такие бабки делают тоже интересно по итогу меня разгрузили и ко мне пришел чувак говорит поехали я быстро за ним поехал начал разгружать и даже забыл снять еще сказать получается 3 часа я просто простоял и потом за 50 минут я полностью разгрузился то есть 50 минут это на то чтобы снять тарп сложить тарп ну и упаковать трейлер на все это ушло мне 50 минут сама разгрузка где-то минуты около десяти была то есть ну я 3 часа ждал для того чтобы он потом за 10 минут не разгрузил ну слава богу хотя бы так потом поехал я на трек стоп думал быстро зайти купить покушать и ехать уже на загрузку заехал на трек стоп тут в Сакраменто и не могу уже выехать уже не знаю 20 да 20 минут уже стою получается почему трек стоп платный один заезд и один выезд и почему-то никто не выезжает заблокировали выезд и мы все стоим там стоят в моей линии стоят там стоят ну вообще ужас какой-то мне кажется я тут потеряю очень много времени не еду я крича в сан куда в сан сан-хосе да это недалеко сан-франциско и в общем я уже забыл вообще что в америке зима потому что здесь солнце тепло классно 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 так я в общем приехал уже на место загрузки получается сейчас возьму груз и поеду прямо в лос-анджелес в эннехейм я грубо говоря буду там в 15 минутах от моего дома но думаю спать все таки буду в траке чтобы не ездить туда обратно потом утром ехать обратно в трак ну хотя посмотрим еще пока не известно в общем еле вписался в этот поворот на самом деле первый раз я не вписался смотрю в зеркало я понимаю что я на вот этот камень наехал бы специально его поставили чтоб не заезжали вон следы от моих колес то есть вот так я заезжал я понимал что я на него наеду поэтому сдал в общем назад и взял уже очень широко по встречной полосе и заехал я уже забыл что такое правый поворот давно не ездил и вот сразу вспомнил как он выглядит этот правый поворот что всегда нужно брать максимально широко со встречной полосы еще и эта фигня стоит если бы он тут не стоял то я в принципе вписался я бы так бы взял и проехал бы а так нужно было очень большой крюк дать поэтому с правым поворотом нужно быть осторожным ну все друзья я буду в общем загружаться я думаю на этом видео будет кончаться потому что и так уже я не знаю сколько видео будет идти минут 30-40 наверное думаю хватит мало кто досмотрит до конца уже в следующем видео я сейчас поеду в Лос-Анджелес отвезут этот груз и из Лос-Анджелеса у меня уже есть груз обратно на Мидвест поэтому все со всеми прощаюсь увидимся в следующем видео с вами был Макс всем пока